Евангелие от Матфея, 6 глава. С 24 текста. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житнице, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми пачи вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Тема моей проповеди сегодня смещенные приоритеты. Это когда в жизни второстепенное вытеснило главное и заняло это место. Жизнь это поиск с самого рождения и до самой смерти. Не так ли, братья и сестры? Дети не помнят, а вот папа и мама знают, когда они были очень маленькие, младенцы, и когда они хотели кушать, как они искали мамину грудь. Это удивительная картина, наблюдать, как этот младенец вот мечется вот этим ротиком маленьким, он кушать хочет. Он уже ищет. Человек, когда умирает, он ищет ту спасительную соломинку, за которую он мог бы уцепиться. в любом случае человек всегда то, что ищет, он найдет. Знаете, братья и сестры, нельзя искать того, чего нет. Всегда нужно знать, что ты ищешь, правильно? И никогда не найдешь того, чего нет. И никакая система навигации не поможет найти нам в жизни того, чего нет. Если нет этой улицы, если нет этого дома, если нет этого адреса, мы никогда этого не найдем. Поэтому, если мы ищем что-то, то мы знаем, что мы ищем, и мы обязательно должны это найти. А поиски, они отбирают всегда время и много усилий. Ну, я хотел бы еще сказать, что нужно знать, где искать. То, что ты ищешь. Знаете, часто это происходит потому, что мы не можем найти даже в таких простых земных вещах, когда мы не ложим на место. Дети это знают, правда? Иногда взрослый тоже этим страдает. Здесь были мои плосколупцы или моя твердка. Где? Нету. Почему? Потому что сынок взял и не положил на место. И папа ищет и не может найти. У меня часто в доме бывает так, что, когда уже все все обыскали, тогда приходит к отцу, говорит, папа, фас. Знаете, что это значит, да? Это команда собаки. Но я не говорю, что папа собака. Нет, о том, что так говорят собаки, когда говорят, что вот твоя цель, вперед. Когда уже все обыскали, когда они приходят к отцу, говорят, папа, остался только ты. И папа обязан найти. Папа должен найти то, что дети потеряли. Братья и сестры, всегда мы найдем, я сказал, то, что ищем. Если мы ищем Бога, мы его найдем. Если парень ищет невесту, он ее найдет. Если человек ищет работу, он ее найдет. Если человек ищет проблем себе в жизни, он их обязательно найдет. если ищет люди приключений в своей жизни, они их обязательно на свою голову найдут. Если люди ищут ссор, они найдут конфликтов, они их найдут. Если они ищут скандалов. Если вы что-то ищете на интернете, вы обязательно это найдете, то, что вы ищете. Обязательно. Я хотел бы спросить себя и вас, с чего начинается наш день? Наш день начинается с поиска. Для многих то, что они ищут, не надо даже искать, потому что они с этим засыпают. Сегодня подавляющее большинство людей засыпают и просыпаются с телефоном. Почему? Его не нужно искать, он рядом всегда. Он под подушкой, он рядышком со мной, он рядом, он становится неотъемлемой частью жизни. Я хочу два места Писания сейчас привести. Я не раз себе ловил на той мысли, Господи, когда я просыпаюсь, первая мысль, какая у меня в голове, какая? Что? Я хотел бы, чтобы было в моей жизни, когда я просыпаюсь. Чего я хотел бы искать прежде всего? Давайте мы откроем книгу пророка Исаии. 26 глава, 9 текст, книга пророка Исаии. 26 глава, 9 текст. Посмотрите, что говорит здесь этот текст для нас. «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Вот это правильная постановка вопроса или распределение жизни. Это правильные приоритеты жизни. То, что должно стать главным, первым, самым главным, самым обязательным. Это присутствие ощущения Бога в моей жизни, в моем духе, что Он не покидает меня на протяжении суток, ни одну минуту, и что даже ночью, Господь, со мной, и когда я просыпаюсь, я хочу его, как этот младенец маминой груди ищет. Я хочу искать его в моем духе, в моей внутренности, Божьего присутствия. Знать, Господь, утро настало, а ты тот же. Ночь прошла, а ты тот же. День настал, а ты со мной. Я хочу искать тебя, Господь, с самого утра в моем духе. Не искать холодильник, не искать чайник, не искать, может быть, другие вещи материальные, искать его. Присутствие в своей жизни, в своем сердце. Книга Псалтырь, 16-й псалом, подобное место, это Давид уже говорит для нас. 16-й псалом, книга Псалтырь, посмотрите, 15-й текст, Давид говорит следующие слова. «А я в правде буду взирать на лицо Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Кто едет рано утром на работу и очень часто встречает восток, солнце, когда оно подымается, тот может видеть и наблюдать красоту Божию. Тот, кто просыпается рано утром и слышит пение где-то птичек или, может быть, соседского петуха, который наблюдает Божье величие вокруг, он насыщается этим Богом, Его образом, с тех пор, когда проснулся. Как хорошо, братья и сестры, когда мы начинаем день, когда мы ищем Его присутствие в нас, когда мы Бога ощущаем в нас, внутри и с нами, везде, на всех наших путях. Хотел бы себе пожелать это и всем, чтобы мы искали присутствие Бога и Его Царствия в себе. Но когда человек ищет, друзья, у него всегда есть цель, почему он это делает? Абсолютно всегда. Бог нам дал жизнь, и у этой жизни тоже есть цель. Весь вопрос, какая цель моей личной жизни, которую подарил мне Бог? Чего я хочу? Если Бог мне дал 70 рублей, как 70 лет, если бы вы дали своему ребенку 70 долларов или 80, приложительность, к примеру, нашей жизни, средний возраст, и отправьте его в магазин, а потом скажите, дети, через час мы встретимся, каждому из вас по 70 долларов. И посмотрите, с чем выйдут ваши дети, на что они эти доллары потратят. Мы взрослые люди. Мой вопрос сегодня, Бог отмерил, каждому из нас дал нам жизнь на этой земле для определенной цели. И Он хочет, чтобы эта жизнь была правильно потрачена, правильно прожита. Для какой цели трачу я свои года? Почему я живу так, как я живу? Может быть, кто-то живет для семьи, для детей правильно, но это не сама цель. Это не главная цель жизни. Может быть, кто-то поставил за цель себе выплатить дом здесь в Америке, и потом сказать, наконец-то, я свободен от долгов, я теперь могу меньше работать, могу больше семьей быть, больше служений быть и так далее. Это не сама цель. Может быть, кто-то думает, что вот получить образование и хорошую работу, иметь хорошую зарплату, вот цель. Нет. Братья и сестры, может быть, кто-то думает, что люди, которые собирают коллекции картин, или книг, или многие другие вещи, они на это тратят всю свою жизнь, но это не цель жизни. Потому что со смертью закончится все то, над чем так много трудились, и вечность ничего не перейдет. Я хотел бы себе задавать себе вопрос, чем мои мысли заняты, чем моя голова занята, чем мое сердце, чем я обеспокоен. И мы прочитали из этого отрывка, что люди, они делятся надвое. Те люди, которые обеспокоены земными вещами, те люди, которые обеспокоены, «А что я буду кушать завтра, послезавтра?» Они обеспокоены, «А во что же мне одеться?» Они обеспокоены земными вещами, материальными. Почему? Потому что они не знают, кто такой Бог. Потому что они не имеют Отца на небе. Вот почему Иисус Христос, поднимая эту проблему в Нагорной проповеди, Он говорит о том, что язычники, которые Бога, не знают, у Которого нет Отца на небе, они обеспокоены этим. Они заняты только земным, им неизвестно небесное. Они не являются жителями неба сейчас, потому что не признают или не верят в Отца, Который на небе. А вы же, люди, которые знаете Меня, говорит Господь, у вас должны быть совсем другие идеи, совсем другие приоритеты и цели в жизни, если знаете Меня, то тогда вы должны знать, что ваши проблемы и заботы я взял на себя. Поменять небесное на земное. Возможно ли это? Конечно, возможно. Поменять Бога на материальные ценности. Возможно ли это? Конечно, возможно. Взять право и власть на распоряжение своей жизнью. Возможно ли это? Конечно, возможно. Братья и сестры, я не раз думаю себе о том, почему у нас всего так много. Потому что нам столько надо. Ну, посмотрите, вот зайдите в свой козет, я, например, в свой. Веня, тебе столько надо? Нет. Сколько костюмов тебе надо, брат? Ну, сколько? Рубашек сколько надо тебе, брюк, сколько тебе надо? Обувь, пар, сколько тебе надо? Сколько? Сколько тебе надо в гараже твоем, в пристройке, где угодно? Сколько надо? Знаете, почему у нас много? Потому что мы люди, я тоже такой, как и вы, потому что мы собираемся когда-то жить. Не так ли? Вы вдумайтесь в эту фразу. Я всегда думаю когда-то еще жить, не сегодня. Мне однажды подарил мой босс на работе такие дорогие ботинки, несколько сотен долларов стоят, а они до сих пор лежат у меня новые. Я их не одеваю, жалко. Я думаю еще когда-то жить, понимаете? Не сегодня, я их не одеваю, жалко сегодня одеть. Вот завтра я их одену или послезавтра. Что говорит Господь? Завтрашний день не твой. Вот потому у нас много так скапливается, потому что мы думаем еще когда-то жить. Вот эту идею Бог вложил в нас, братья и сестры. Это очень правильно, но наша жизнь, она не здесь. Где наше жительство? На небесах. Но вот когда голова и мысли только заняты земным, 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 и я сохну от этого и беспокоюсь. Заметьте, Иисус Христос не сказал здесь о том, что нельзя кушать, нужно кушать. Но Он поставил очень правильно здесь вопрос. Он говорит, почему вы беспокоитесь, что мы будем кушать? Откройте холодильник, посмотрите запасы, и человека, казалось бы, голова сохнет, и Он переживает от того, что Он будет, как Он будет завтра. И мы забываем очень простую истину, что молитва очень наша. Она открывает нам этот путь благословения. Хлеб наш на пустызавтра. Или на когда? Насушный. Хлеб наш насушный. Вот почему Иисус открывает, что проблемы завтрашнего дня, это проблемы завтрашнего дня. А мы живем этими проблемами, еще не живших в завтрашнем дне. Мы живем этими проблемами завтрашнего дня. Мы их еще не прожили, не знаем, будут они такие или другие, или их совсем не будет. Но мы живем тем, что еще не прожили. Мы беспокоимся об этом. Мы переживаем об этом вместо того, чтобы сдаться в руки Бога. Отца на небесах. Братья и сестры, почему Иисус делает это заявление? Почему Иисус Христос делает это заявление? Скажите, для чего нужна пища? А простой будет ответ, конечно, что пища нам нужна для того, чтобы поддерживать нашу физическую жизнь на этой земле. Не будешь кушать продолжительное время, произойдет истощение организма и умрешь. Это просто, по-детски понятно. Но я не живу для того, чтобы есть, правильно? Я ем для того, чтобы жить. Я не живу для того, чтобы работать, работать и работать. Я работаю для того, чтобы жить. Вот смещенные приоритеты. Если я живу, только обеспокоен едой, одеждой, работой, земными вещами, неправильная жизнь. Я упускаю из виду главную цель. Я упускаю вот это присутствие Бога и Его царство в моей жизни. Бог нам дал жизнь. Это бесценные подарки. Бог нам дал жизнь физическую, Бог нам дал духовную жизнь. Скажите, если Господь подарил нам своего Сына, то в Слове Божьем есть одно выражение, которое говорит, как с Ним? Скажите дальше. Не дарует нам всего. Как? Это невозможно. Если Бог подарил самое ценное, что у Него было, самого себя, то как с Ним? Он не дарует нам во Христе всего. Кто-то может неправильно понять это слово «всего». И апостол Петр, он подчеркивает, он четче делает это определение. Он говорит, что как от божественной силы Его даровано нам что? Все дальше. Потребное, братья и сестры. Не лишнее, не ненужное, а потребное для жизни и благочестия. Вот это с Ним, вот это со Христом приходит, если мы принимаем Его в свою жизнь, как Господа. Если мы признаем Отца на небесах своим Отцом, вот это с Ним приходит. После чего? После того, когда на место было поставлено главное. Иисус сказал, это приложится. Но главным должно быть нечто в моей жизни. Знаете, общее благословение люди получают. Все люди на этой земле. Солнышко есть, воздух, которым люди дышат, вода и так далее. Есть благословение личное, которое мы получаем от Бога. Например, семью нашу. Получаем работу, получаем здоровье. Это личное благословение, которое мы оцениваем. Итак, друзья, если все мысли, все время, мое занятое к поиску земного, это смещенные приоритеты. Вот почему мы говорим о том, что еда – это средство, через которое поддерживается жизнь. Но все это может стать проблемой. Очень часто. Потому что если будет неправильное отношение к этому, оно может привести ко греху. Объедение грех. Так написано в Божьем Слове. Господь говорит нам о том, что есть излишество. Где? В пище и в питье. Больше, чем необходимо. В Старом Завете есть выражение о том, когда в книге пророка говорится о том, что князья ваши, они едят не для насыщения, а для пресыщения. Когда неправильные приоритеты, человеческий мозг ориентирован на это, людей этого мира, они заняты только земным. Иногда и верующие попадают на эту удочку. Я не говорю, что это плохо. Кто-то начинает очень щепетильно к этому относиться, просто забывая, что нужно поблагодарить, помолиться, осветить Господь все это. И будешь кушать, и будешь здоров. Мы смотрим, я никого не сождаю. Мы смотрим так, диета, карлори, сколько здесь? Жирность, органики или нет? Так, смотрим, что там здесь? А, ингредиенты, МСГ есть там? А, нету, да? И вот, и мы, и все. Я бы, наверное, тогда ничего не мог кушать. А что я делаю? Я молюсь, сажусь и кушаю. И благодарю за это Бога. Потому что есть. Но в том, что есть в этом изобилии, нужно научиться правильно себя вести. Павел говорит, я научился жить в скудости и жить в изобилии. Очень часто, когда я жил в своей семье, мама говорила так, что же сегодня приготовить кушать? Семья была большая. Не от того, что у нее ломился холодильник. Иногда, очень часто не было этого огромного выбора, что же приготовить сегодня кушать? Сегодня у нас другое время. И Господь говорит, когда у тебя будет много. Помните книга Второзакония, шестая глава? Когда у тебя будет много. И в домах твоих, и в житницах твоих, и в виноградниках твоих, и вокруг тебя. Когда у тебя будет много, и когда ты будешь есть и насыщаться, то тогда берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего. Вот тогда берегись, когда у тебя будет много. Правильно себя в этом вести. Братья и сестры, мы любим, когда у нас есть много. Но никуда мы не денемся. Вот такие мы люди. Это неплохо, да, изобилие. Но как научиться правильно себя вести и не грешить? На что тогда я уповаю? На сбережения на каунте, там что-то пару тысяч там есть. Или там в платочке где-то завязано, спрятано где-то. Или может быть сбережения какие-то есть, там закрутки у меня стоят, там рис, картошка и так далее. На что я уповаю? Если моим упованием не является мой небесный Отец, который печется о мне, это смещенные приоритеты. Когда я беспокоюсь о материальных вещах, которые останутся здесь на земле, ничего не возьму в вечность. Когда я думаю о каких-то накоплениях, сбережениях, о каких-то здесь сокровищах материальных здесь, друзья, это смещенные приоритеты. Жизнь потрачена не туда. К вечности придем, а мы захотим, чтобы Бог дал награду из чего? А не успели. За погоней земным не успели собрать сокровища на небесах. А ведь жизнь там. Вечность там. Здесь старт. Здесь трамплин. Здесь маленькое, короткое промежуточное время. И туда. Вот для чего Бог дает, чтобы правильно поставить эти приоритеты в нашей жизни. Об одежде Господь напомнил. Люди этого мира, они заняты, знаете, чем? Вот изысканность, чтобы была в одежде. Чтобы был бренд. Знаете, другой я не одену. Если здесь этикетка, там никого-то... Я не одену. Мода, стиль, дороговизна, деньги, время, интернет-ресурсы. Все на это потрачено. Все. И иногда, если верующие туда попадают, в это искушение, это беда. Мы должны смотреть на одежду очень просто. Как на кусок ткани, которой должна покрыта быть моя нагота и которая должна согревать меня. Для чего одежда, братья и сестры? Для того, чтобы наготу покрыть человеческого тела. И чтобы это тело согреть. Все. Вот почему в Писании очень много об этом говорится. Иисус Христос говорит, не заботитесь об этом. Не переживайте, пусть голова не сохнет, не беспокойтесь. Я знаю, что вы имеете нужду во всем этом. Но только, чтобы у вас было правильное отношение к этому. Братья и сестры, чего ищу я сегодня в своей жизни? Может быть, кто-то ищет признание славы, кто-то известности, кто-то авторитета, кто-то еды, кто-то одежды, кто-то денег. В чем причина или заботы, или, может быть, чрезмерного беспокойства людей? Я вам скажу, почему это происходит. Основная причина. Недоверие Богу. Мы думаем, что Бог упустит. Бог не досмотрит что-то. Бог что-то выпустит из виду. И я это смогу сделать лучше. На Бога надейся. Говорит старая пословица. Неправильная. А сам не плашай. Все наши проблемы исходят от недоверия к Богу. Вот почему Писание говорит нам, что все заботы ваши возложите на Него. Итак, ищите прежде. Об этом думайте, об этом переживайте, этого достигайте, этого ищите. Божьего Царства. Так мы с вами прочитали. Ищите прежде Божьего Царства и правды Его. Здесь вопрос не стоит правды Божьего Царства искать, а правды Божьей. Его, Бога Отца и Его Царства нужно искать в своей жизни. Итак, классическое определение и самое точное определение Царства Божьего, которое сокрыто в Евангелии, дает апостол Павел, помните, послание Римлянам. 14 глава, мы знаем этот текст наизусть, я хочу это зачитать. Сейчас 14 глава, послание Римлянам, 17 текст. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Мир может радоваться, но это не радость Святого Духа. Люди могут жить в мире, в так называемом мире, но это не является плодом Святого Духа. Люди могут стараться поступать как-то честно, как-то справедливо, но это не является плодом или вот этим генератором, который идет из сердца Духа Святого. Итак, братья и сестры, если Царствие Божие это то, на что сориентировал нас, Иисус, что мы должны искать в своей жизни, Он предлагает нам в этом Царстве жить. В этом Царстве есть Царь, Господь наш, в этом Царстве есть Его законы, по которым люди, хотящие жить в этом Царстве, должны жить. В этом Царстве все по-другому, как у людей, без Бога. Итак, праведность. Скажите, что это такое? Если сказать одним словом, библейским словом, это подарок. Ни один человек в этом мире не может заслужить Божьей праведности. Ее нельзя нигде купить. Эту праведность нельзя у соседа одолжить. Эту праведность дарит нам Бог во Христе и Иисусе через веру. Это подарок. И в Своей одежде этой Божьей праведности Господь одевает Своих детей, тех, кто поверил в это. Ее нельзя заслужить. Потому что не оправдается пред Ним никакая плоть. Ни мое посещение собраний, ни даже мое участие в Вечере Господней, ни мое суперактивно религиозное жизнь не делает меня праведным человеком. Почему мы праведны пред Богом? Потому что эту праведность нам подарил Господь во Христе через веру. Это же послание римлянам. Третья глава, посмотрите, с 20 текста. Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо с законом познается грех. Но ныне независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Христа Иисуса во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его и прощения грехов, соделанных прежде, получая оправдание даром. Вот в это царство Бог приглашает людей. Когда человек не на свои силы и способности уповает, не на то, что он делает перед Богом, это очень важно, но это должно стать следствием того, что Бог тебя простил, омыл, оправдал, назвал своим детем и как знак благодарности моего сердца я сегодня склоняюсь, говорю, Господь, я твой раб, я хочу быть послушным тебе. Вот почему молитва отче наш, она говорит, Господи, да приди в царствие Твое. И следующая фраза, да будет воля Твоя. Человек, который хочет жить в Божьем царстве, он должен дать согласие, чтобы исполнять эту волю Божью не из-под палки, не из страха наказания, а из любви к Богу, к Отцу, как знак благодарности, что Бог эту праведность, которую я никогда не мог бы заслужить сам, заработать сам, дарит мне сегодня по милости, по благодати своей, но нужно в это поверить. Братья и сестры, это внутреннее состояние человека, которое выражено в его внешнем проявлении. Эта способность поступать правильно, честно, справедливо пред Богом, соответственно, Божьих законов. Вот это действие производит в верующем человеке Святой Дух. Желание жить свято, желание быть похожим на Христа, уподобляться в Его образ. Вот чего нужно искать в своем сердце. Ищите прежде присутствие Бога и Его праведности в сердце вашем. Чтобы понимать, что я безбожник, далекий, нечестивый, грешный, я не могу быть на небесах со Христом. Почему? Потому что там праведный Бог. Потому что у этого праведного Бога пути праведные, суды праведные. Я не таков. и я не имею права быть там. Я не могу это право заслужить никакими добрыми делами. Не могу. Это право мне дарит Бог по благодати. И вот в это царство Бог приглашает людей жить по законам Его царства. Братья и сестры, апостол Павел говорит, что это не только праведность, а составляющей царства Божьей является мир. Это не отсутствие войны, сразу хочу сказать, а это душевный покой, когда война вокруг. Когда столько проблем создал Саул Давиду, когда он гонялся за ним, как за блохой, как за псом, о чем говорит Давид? В Боге Давид находил успокоение своей души. И он об этом говорит, что только в Боге успокаивается моя душа, вот там, в присутствии Божьем, Его Царстве, там мир, там никто не скандалит, там никто не ссорится, там нет разборок, ни внутренних, ни внешних, там нет войны, в Божьем присутствии, там мир. Скажите, когда вы заходите к кому-то в семью, к кому-то в дом, атмосфера ощущается сразу или нет? Что здесь что-то пахнет не так. Люди улыбаются как-то так натянуто, как-то так игранно, как-то так делано все, но здесь какого-то нет мира, здесь какого-то нет позитива, здесь состояние вот этого, что ты пришел домой, расслабился. Нет. Братья и сестры, это плод Духа. Царствие Божие это мир, заметьте, во Святом Духе. Это главная составляющая. То, что исходит от Духа Святого. Дух Святой всегда приносит мир. В любую ситуацию, в любое общество, в любую семью. Вот там Божье Царство, где есть мир. Почему? Потому что Он исходит от Бога. В Послании Ефесянам мы читаем такое место, что ибо Он есть мир наш. Кто хотел бы жить в таком Царстве мира, когда нет ни мира? Любой человек. Но Господь говорит, ищите этого. Ищите прежде всего мира со мной. Ищите мира самими собой. Иногда люди не могут что-то себе простить. ищите мира друг с другом, если возможно с вашей стороны. Будьте в мире ищите этого. Вот это правильные приоритеты. Книга пророка Исаии 26 глава очень прекрасное место, братья и сестры. Книга пророка Исаии 26 глава 3 текст. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. А вот теперь причина. Ибо на тебя уповает Он. То, о чем мы говорим с самого начала. Если мое упование Господь, то твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что этот человек своим упованием сделал Господа. Братья и сестры, в царстве Божие апостол Павел сказал, что это и радость. Обратно таки радость во Святом Духе. Это не царство печали. Там где Бог, там нет печали. Есть одна единственная печаль, которая приводит все равно к радости. Какая это печаль? Это печаль ради Бога. Это печаль покаяния. Это сознание моих грехов. Печаль неправильности моего поведения пред Богом. Она приводит к чему? К радости приводит. К радости прощения. Радость во Святом Духе, братья и сестры, она не вызывается земными приобретениями. Люди люди, все способны радоваться мелочам, мелким деталям жизни. Ну, вот скажите, ну, заеду я на парковку, ну, заеду на последнем Lexus, ну, заеду. Кого я хочу этим удивить? Никого. А скажите, а как я себя чувствую, когда я на нем заехал? Ну, так немножко по-другому, нежели все остальные, правда? Ну, я ж. Ну, кожа там, ну, все, короче. И я ж. Никто очень часто не думает, что человек на это потратил всю свою жизнь, все свои сбережения, еще залез в долги, влез в кредиты и многие другие вещи. Для чего? Чтобы порадоваться. Чему? Мелким, ничтожным залезяшкам в этой жизни. Ничего не значащим в глазах Бога. А для нас это радость. Мы как малые дети. Радуемся, ждешь его купил, ждешь его достал, вообще по бесплатке пришло. Радуемся, как получивший огромную прибыль. Не до этого. Об этой радости говорит Бог. Нет. Какой радости искать? Во Святом Духе. Чем она вызывается? Чем вызвана радость во Святом Духе? Что имена ваши записаны на небесах. Вот причина радости. Братья и сестры, что можно быть полезным для Господа в этой жизни. Вот причина для радости. Это внутренний восторг, подъем. Когда я смотрю на лица определенных людей, которые называют себя верующими. И когда думаю об этой великой радости, которая должна наполнять сердце христианина, его жизнь, она, как правило, она сопровождается словословием, эта радость. Она сопровождается пением, что мы делаем. Она сопровождается весельем, потому что веселье и пение – это пища дома Бога, Отца. Радость Духа Святого. Я хочу посмотреть на лица людей. Я ей смотрю, угрюмое лице, угрюмое, страшное. Такое тоскливое, кислое, печальное, мрачное. Но этот человек внутри радуется великой радостью. Я ее не вижу. Она спрятана там глубоко от глаз людей, но он радуется. Вы знаете, у него такой супер духовный вид такой. Такого фарисея. Я думаю, Господи, а к чему это? Тебе это надо? Почему не быть просто естественным христианином, вот таким неделанным, а таким естественным, Божьим, у которого глаза светятся, с которым приятно пообщаться, от которого радость Божия исходит, и который этой радостью делится с другим. Но я не такой. Я вот такой, знаете, искусственный. Я иногда думаю, братья и сестры, что атмосфера в доме очень часто такая. Папа заходит, может быть, и радость исчезла. Или наоборот, папа зашел, папуля, ты с работы. Детки бегут, прыгают на шею. Атмосфера, она, радость ощущается совсем другая. Вот это царство Божье. Это то, чего нужно искать. Это то, в чем Бог предлагает сегодня жить нам. Это Божье царство. Его нужно прежде всего искать. Праведности в Боге. Мира от Бога с Ним и друг с другом. Искать радостью в своей жизни, не удовольствии, не наслаждений, возможно, а радости. Радости от Божьего Духа о том, что жизнь земная, не вечная, скоро закончится на небесах. Я воссоединюсь навеки со Христом и со всеми святыми. Я этим живу, этим радуюсь, этим хочу с другими делиться. Я хочу, чтобы эту радость во мне и других людей видели, с которыми мы соприкасаемся. Итак, братья и сестры, мы идем сейчас к молитве. Царство Божие это то, что предложил Христос искать в себе самом. искать присутствие Бога, искать праведности мира и радости от Бога и на это потратить свою жизнь. Если мы этим будем заняты, то об остальном позаботится Отец наш Небесный. Довольно для каждого дня Своей заботы. Доверимся Богу, что есть Отец на небесах, что пища, одежда и прочее Господь даст, потому что Он взял нас, детей своих, на свое довольствие. Искать Его, Его правды и жить в этом царстве по законам царя. Вот желание Христа. И Господь хочет, чтобы Таша желание было желанием Его. Итак, братья и сестры, я хочу, чтобы мы уходили с этого помещения с вопросами, на которые мы должны отвечать. Аптека здесь, и если кто-то чем-то болеет, у Господа есть рецепт, как правильно жить, чтобы быть в Царстве Божьем. Помолимся Ему. Аминь. Аминь.